Где Готика, Лор? Когда на канале будет продолжение летсплея по Готике 3? Лор, где твой летсплей? Лор, Лор, когда будет летсплей? В общем, вы просили, получайте. Приятного просмотра! Ну что, я рад приветствовать вас на новом ролике по Готике 3. Это очередной летсплей, который уже кажется 3 или 4 по счёту. И, в общем-то, всё как обычно. Мы продолжаем играть в баганутую версию, которая у меня стоит без каких-либо дополнительных ещё патчей. Ну, то есть, патчи стандартные стоят, комьюнити, ещё какой-то там... Как бы все те, которые убирают лаги. И, тем не менее, лагов всё равно очень много, к сожалению. И это немножечко мешает нормальной игре. Ну ладно, всё равно попробуем, посмотрим. Вы все просили, вы говорили, запиши Готику, запиши Готику. Я не записывал её сразу по двум причинам. Во-первых, потому что меня действительно очень напрягают лаги. Я привык играть в нормальные игры без лагов и без всякой вот этой фигни. Вот без этого всего, да? А тут, как бы, к сожалению, всего этого хватает. И вторая причина. Прошлый ролик набрал действительно очень мало просмотров. Хотя все говорили, запиши Готику. Запиши Готику, лор. Где Готика третья? В общем, давайте попробуем. Давайте рискнём ещё разочек. Может быть, этот ролик нормально соберёт. Вот видите, да, что происходит? То есть, лаги на ровном месте, фпс падает со 100 с лишним до 30, до 25. Потом возвращается на исходную позицию. Так. Ну, я сейчас иду в Кабдун. Хочу посмотреть, что там интересного у нас. И выполнить какой-нибудь квест. Может быть, зачистить даже Кабдун или ещё что-то по пути. Может быть, мы с вами какой-нибудь лагерь орков мочканём. Короче, я не знаю ещё, что будет. Я ничего не продумал. Единственное, что я продумал, что мы пойдём в Кабдун. Ролик будет называться «Дорога в Кабдун». Вот. Я решил. Всё. Так. Кто там? Блин, что за жесть? Так. Всё. Волки на минус. Тут ещё есть. Только где именно, не видно. Может, яркость? Нет. Ну, в принципе, должно быть нормально видно, я надеюсь. Я очень надеюсь, что видно хорошо. Потому что я-то поднастраивал всё это дело ещё. На. Ты чё? Ты чё, падла? Тихо. Ну-ка. Ну-ка, хорош. Уи. Так. А здесь сидит охотник, по-моему. Если это то место. Да. Вот Кабдун уже рядом. То есть мы до Кабдуна дошли прям буквально за... Ну, вот я с вами поговорил, и мы уже дошли до Кабдуна. Ага. Я понял. Так. Что тут у нас интересного? Чугун, корень. Рассказывайте, ребят, как у вас дела? Как настроение? Кто чем занимается? Кто уже пошёл на выходные? А кто ещё дожидается конца трудовой недели? Потому что у некоторых я знаю, что графики... Ну, по себе знаю, между прочим. Что графики у некоторых ненормированы. То есть ты работаешь не ровно 5-2 с понедельника по пятницу. А, например, там 2-2. 3-2. 3-3. И так далее. Там подобное. То есть, соответственно, не у всех одинаковый график. Так, а я забыл, кстати, что с них мясо можно взять. Ну ладно, сейчас убил, сейчас взял. Всё, хорошо. Можем мы поспать, интересно, у охотника? Если у охотника можно поспать, это очень хорошо. Если у него нельзя поспать, это очень плохо. Потому что ночью идти, ходить вам, конечно, может быть и неплохо видно. А вот мне видно... Ну так, средненько. Ага, охотник Йенс. Могу ли я поспать на его кровати? Дай мне поспать на твоей кровати, алло. Ну, что ты? Ну что ты встал-то? А можно время промотать? Не, я могу от первого лица играть, нихрена себе. Ладно, Йенс. Я иду... А, в какую деревню? Значит, ты заблудился, говорит. Если пойдёшь дальше, по дороге в сторону побережья, то пойдёшь в Кабдун. А что там? Там тоже. Что нынче и везде. Орки да наёмники. Что-то он какой-то тормознутый немножко. Странный. Ты сумеешь найти там работу. А что ты тут делаешь? Я охотник. Много волков, мало дичи. К счастью, орки платят мне очень хорошую цену за волчьи шкуры. О, он может научить меня охотиться. Ну, конечно, что ты хочешь. Принеси мне 10 орков, а потом я... Ага, то есть нужно шкуры принести. Сейчас мы, короче, пойдём шкуры искать ему. А в Кабдуне у орков есть эти шкуры. Ну, это изи. Так, боевой лук. Лук странника. Ну, луки мы пока не будем покупать. Пойдёмте, короче, в Кабдун сразу. Прямиком. Сейчас найдём ему шкуры. Выпуск сегодня будет коротенький, небольшой. Потому что я ещё тут планирую обновление железок. Если, короче, всё пойдёт по плану, то мне приедет 2060. Которую, ребята, я наконец-то заказал. Мы, помните, копили на неё несколько стримов. И я всё говорил, куплю себе. Куплю я себе, короче, это... Чё ты, я не понял вообще. Бузишь тут. Так, отлично. В общем, долго я на неё копил. И вот, наконец, накопил всё-таки. Всё благодаря вам. Спасибо. Так что, если всё пойдёт правильно, если мне её привезут, может быть, я её уже на днях обновлю. И Готика будет... Готика будет идти получше у меня на пекарне. Так, чё тут у нас? Сайлас есть, есть раб, ещё один раб. Мы можем, конечно, сначала с кем-нибудь ещё поговорить. Но сначала мы, наверное, пойдём... Пропустят нас вообще? Нас пропускают. Вообще даже говорить ни с кем не надо. Отлично. Ну как отлично? Это не отлично. Нужно найти 10 шкур, правильно? Чё там, где миссия? Блин, то чувство, когда вот давно не играл. И... А, вот, шкуры для охотника. А у орков в Кабдуне их очень много. То есть, надо просто поискать, и я их найду. Угу. 10 шкур. Где они могут быть? Ну, я так подозреваю, в домах, наверное. Скорее всего, они находятся в домах. Самый простой способ это... Попробовать на краже. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай, родной. О! Так, хорошо. Тихо-тихо, не палимся. Нам политься ни к чему. Так, всё, выходим. Следующий. Ну, пока я, кстати, ни одной шкуры не увидел. Вот, типа, у орков в Кабдуне много шкур. Может быть, я хожу где-то не там. Оглушающая стрела. То есть, всё, что хотите, только не шкура. Вот у этого. Это ассасин, да? А у него охранник. Не, ни хрена, это не проканает. То есть, где охрана есть, там жопа. Блин, а где шкуры-то? Тут ещё кто-то дерётся. Я слышу звуки такие, типа... Удары железом. Ну, железо об железо, там и всё такое. Тут спит, скорее всего, алхимик этот. Кстати, у него можно прочитать аналой. И он сейчас... Здесь что-то об алхимии, наверное. Тут что-то об алхимии. Да, 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 да. Я так и думал. Офигеть. Сколько всего. Так, тихо, 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 чувак. Я ещё не закончил. Напишите, кстати говоря, а вы тоже в готике третий стараетесь по максимуму всё взять, что плохо лежит? Я вот как бы, да, я всегда так делаю. Почему? Потому что даже не важно, завора ты проходишь, не завора. Как бы всё это в дальнейшем... Ага, я понял. Слишком тяжело. Вскрыть не смогу. Ну всё, тогда ладно. Выходим. И шкуры, по-моему, кстати, всё равно нихрена не нашёл. Ни одной. Угу. Я знаю ещё место, как минимум одно, где могут быть шкуры. Это вот... Ага, чей-то дом. Здесь живёт урук. Только не вздумай пройти через эту дверь без разрешения. Вот оно чё, я могу поговорить с уруком? Уруком. Понял. Короче, нужно сначала достичь определённого уровня уважения, и потом только пустят. Окей. Окей. Нам, в принципе, и мне особо... Тихо, 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 тихо. Ты чё? Чё ты орёшь? Слышь, спокойнее будь. Так, ладно. Хорошо. Слушай. Так я, оказывается, слепой. Они тут по кругу лежат. Надо просто заходить... И посматривать по сторонам. То есть я мог пропустить даже. Вполне возможно, что я даже уже пропустил. Они где-то тут на лесопилке могут лежать, нет? Нет, на лесопилке нет. Это было бы слишком очевидно. Ну, короче, на самом деле... А чё, это свинья мертва, что ли? Нет, свинья жива. Короче, эти шкуры лежат везде. Вот, то есть у меня уже три сейчас, если не ошибаюсь, да? Пойдём дальше. Четыре. Если ещё посмотреть, мне кажется, можно найти ещё. Так. Соответственно, четыре есть, осталось шесть. Ни шагу дальше. Да я далеко нахожусь. Ты чё? Алло. Пять. Отлично, осталось пять. Есть ли смысл верхней этажа смотреть? Ну, как бы смысл-то есть в любом случае. Но у них тут шкур нету. Так, всё хорошо. Так, вот ещё шкура. Шесть. Если я, конечно, правильно считал. Может быть, я где-то ошибся. Так. В общем, сегодня у нас, ребятушки, собирание шкур идёт. Активно собираем шкуры. Вот. Блин. Знаете, чё вспомнил? Лормова песенку. Или не Лормов? Кто про шкуры-то делал? Gothic Rap. Вот. Почему-то вспомнился. Так. Ладно. Кстати говоря, кто смотрел Лормова, плюсик в чат. Плюсик. Давайте. Отдадим дань уважения и памяти Лормову. Это реально крутой мейкер. Из, так сказать, готик ютуба. Вот. Поэтому. Поэтому вот так. О, ещё одна. Подождите, я не пойму. Она типа респавнится или... Нет. Мы зато следим, говорит. Подожди. Я ж только что здесь брал. Итого шесть... Шесть шкур. Не взял, что ли, где-то? Или... Или что? А, я, наверное, не взял около него. Я, наверное, около него хотел взять. Потом подумал, что нет. И в итоге, наверное, не взял. Как-то так. Что у этого интересного? Так, отлично. Тихо спиздил и ушёл. Называется нашёл. Слышали такое? Так. В общем, осталось четыре шкуры найти. Раз. Вот два. Возможно, тут даже ещё есть. Просто я слепой. Нет? Нет, нету. Но два уже точно. И осталось ещё две, соответственно. И можно отправляться обратно к охотнику. Он научит меня охотиться. Правда, я не знаю, зачем мне учиться охотиться, если я всё равно буду играть за мага. Но, может быть, мне с этого опыт приползёт, например. Немножечко опыта прилетит. А опыт нам в любом случае не помешает, я думаю. Да? Так. Хорошо. Что ещё тут интересного? Вот. Всё. По-моему, всё. Да, 10 шкур. Нужно было 10 шкур. Ну что, пойдёмте отнесём шкуры охотнику. Охотнику Йенсу. Ребят, намешите, кстати говоря, кто всё-таки хочет, чтобы я за кого... Ну, за кого вы хотите, чтобы я прошёл игру? Маг, воин, лучник. Причём, просто прям коротко пишем в чате. Ну, точнее, в чате, в комментариях. Маг, воин или лучник. Вот. И я потом просто отсортирую все голоса в комментариях, кто за кого проголосовал, так сказать. И сделаю выводы. И на следующем летсплее, который будет, если этот соберёт много лайков, если он соберёт много ваших царских, королевских лайков, просмотров и всего такого, то, в общем, на следующем летсплее мы с вами, соответственно, будем играть уже по тому принципу, который получится. Ну, то есть, либо маг, либо воин, либо лучник. Так, сохранимся. Ну что, Йенс, вот твои волчьи шкуры. То-то же. Я научу тебя охотиться. А если я нажму, что будет? А, и тут уже и лук, и всё такое. Понял. Всё, хорошо. Ну, ладно. Сегодня небольшой ролик. В общем, шкуры нашли. Заодно, может быть, для кого-то это будет гайдом, как шкуры искать. Вот. И плюс я проверю, лучше ли вам заходит, когда ролик короткий. Может быть, когда ролик короткий, его лучше смотрят. Ну, вдруг бывает же разное. Вот. Так что, спасибо большое за просмотр. Спасибо за активность, ребятушки. Спасибо за царские, королевские. Вот. Ну, и увидимся на следующем ролике. На следующем ролике, я надеюсь, уже рассветёт здесь, и мы будем видеть солнышко. Вот такие дела. Всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok